Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV, на волнах радиостанции Next FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archa Media выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем самым актуальным и злободневным новостям. Сегодня нашим гостем станет потрясающий эксперт в международной политике, профессор Медет Тюлигенов. Медет, рад вас приветствовать. Спасибо, что нашли для нас время. Добрый вечер. Ну и темы у нас сегодня действительно международные. Первая тема, которую хотелось бы с вами обсудить, это заявление посла Китайской Народной Республики во Франции, господин Алуша Е, одному из французских телеканалов, где он, в частности, рассуждал о территориальной принадлежности Крыма и также упомянул о том, что все страны постсоветского пространства, все страны СНГ, как хотите так и называйте, не имеют, вот тут я цитирую, эффективного международного статуса как суверенное государство. Медет, насколько заявление господина посла соответствует реальности, я попрошу вас прокомментировать, в каком международном статусе находятся страны и Кыргызстан в частности? Ну, поскольку у нас в Бишкеке есть посольство Китайской Народной Республики и наше посольство в том числе есть в Пекине, и каждый раз руководство получает Китая верительный грамот от наших послов, значит, мы друг друга признаем как государство, как страны. И, в общем-то, конечно, такого рода заявление, понятно, вызывает недоумение. Я, конечно, не юрист-международник, но в целом понятно, что нет какого-то глобального нотариуса, который там заверяет, типа, эта страна считается страной, а это не считается. Потому что, по сути, это статус, скажем так, международно признанного государства определяется, в первую очередь, членством в Организации Объединенных Наций, куда все страны бывшего союза, бывшей республики, новые страны независимо вошли, в том числе и Кыргызстан. И это происходит обычно тоже по процедуре того, что это рекомендуется единогласно, там, скажем, членами Совета Безопасности ООН, куда входит в том числе Китайская Народная Республика. И потом голосованием Генассамблеи ООН страна становится членом Организации Объединенных Наций. Ну, это один из способов признания. Понятно, бывают там разные ситуации, когда какая-то страна, там, какую-то, скажем так, мятежный кусок территории, который себя объявил государством, кто-то может признавать или признавать, как это происходит, скажем, с Приднестровьем, с Абхазией или с другими странами. Но это, конечно, такие отдельные случаи. Это не касается постсоветских стран и Кыргызстана, в частности. Поэтому то, что заявил посол Китая во Франции, это как минимум вызывает недоумения. Ну, и потом они быстро все это дезавуировали, и этого заявления, в принципе, уже там нету ни на сайте этого посольства. И, в общем-то, буквально вчера официальный представитель МИД Китая тоже, как бы, сказал, что, в общем-то, понятно, напрямую не критикуя собственного дипломата, но, как бы, подтвердил, скажем, во-первых, принципы терять реальную целостность, потому что там в ходе интервью по поводу Крыма был затронут вопрос. Ну, и в том числе заявили, что все страны, с кем были установлены когда-то 30, даже уже более 30 лет назад дипломатические взаимоотношения, они, конечно, признаются суверенными государствами, со всеми правами и полномочиями, которые есть у всех государств, членов ООН. Медед, скажите, я понимаю, что гадать на кофейной гуще дело неблагодарное, но, на ваш взгляд, с чем было связано это эмоциональное, и, ну, позволь себе, такое эпитет необдуманное высказывание такого чиновника, такого высокого дипломатического ранга? Ну, это тоже вот непонятно, потому что, конечно, можно где-то сказать, что, ну, человеческая природа слаба, там, ну, вдруг что-то временное помутнение или что там происходило, и, ну, ляпнул человек, тем более, да, такого высокого ранга, и тем более там не всяких людей отправляют в такие страны послами, как во Францию, поэтому это один из вариантов. Другой вариант это может быть, ну, в любом случае, дипломатия – это вещь такая, что все дипломаты пытаются согласовывать какие-то позиции со своим центральным аппаратом, СМИДом и потом что-то говорить. Тем более на такие непростые вещи, как вопрос Крым, Украина, постсоветские страны, когда все там пытаются понять, что там происходит, и выстроить очень тщательно свою позицию. Ну, где-то вот понимая, что, во-первых, дипломаты такого уровня редко могут ошибаться, а потом китайская дипломатическая система, я так понимаю, достаточно такая, выстроена по дисциплинирующей такой системе, что там без того, чтобы это было выверено и каким-то образом сверено с Пекином, ну, вряд ли какие-то такого рода действия будут предпринимать. Поэтому есть другой вариант, что, может быть, такого рода иногда сигналы, и такого рода, может быть, через такого рода ляпы, может быть, тоже пробрасывается что-то. Потому что, в общем-то, многим я не совсем специалист международных, я больше специалист по сравнительной политологии, скажем так, но те, кто отслеживает международные отношения, в том числе внешней политики разных стран, в том числе и Китая, замечают, что при нынешнем руководстве при Си Дин Пине, в частности, внешняя политика Китая немного изменилась. Это не то, что было при Дэн Сяо Пине и многих других его преемниках, вплоть до нынешнего руководителя Китая, в общем-то, была такая более осторожная политика и такая более взвешенная. При нынешнем руководстве внешняя политика стала такая, чуть-чуть более агрессивная. Там даже такой термин появился, как бы это называется по-английски wolf warrior, там этот волк-воин, там такой знаменитый фильм китайский есть появик такой, как-то вот по такому стилю как бы обозначают стиль нынешней китайской дипломатики, которая не боится каких-то жестких риторик, не боится где-то создавать конфронтационные какие-то ситуации, и это, может быть, то, что произошло, может быть, немножко похоже на какой-то там акт зондирования и попыток, там, скажем, тихую воду немножко там замутить и замутнить какими-то такого рода высказываниями. Хотя с другой стороны посмотреть, вроде бы, не совсем поймешь, а какие выгоды, условно говоря, такие бенефиты, скажем, да, потому что иногда издержек, может быть, гораздо больше от такого рода действий. Поэтому вот у меня каких-то четких версий нет, ну, вот как минимум две я попытался обозначить. И все-таки если мы сходимся на том, что действительно дипломат такого высокого ранга при той политической культуре, которая существует в Китайской Народной Республике, не мог, не согласовав с вышестоящим руководством подобные заявления сделать, кому этот сигнал, во-первых, и о чем этот сигнал должен говорить нам, как ближайшим соседям Китайской Народной Республики? Нет ли тут каких-то поползновений как раз-таки на ту самую территориальную целостность и суверенитет? Ну, предположим, если это вариант какого-то сигнала, то здесь могут быть там разные, конечно, цели, если предположим, что это было целенаправленное какое-то действие. Одно из них, конечно, Китай пытается придерживаться и выдерживает принцип суверенитета и территориальной целостности, о чем они все время говорят, тем более у них как бы и свои ситуации там с Тайванем, и поэтому для них это очень важно, как принцип, который должен сохраниться и всеми соблюдаться, поэтому это как бы не раз высказывалось и в отношениях с Россией по поводу Крыма и по поводу любых других ситуаций, поэтому вот это один из редких случаев, когда дипломат что-то сказал, который не совсем вписывается в эту риторику о суверенитете и территориальной целостности. Но, с другой стороны, сейчас ситуация, особенно из-за войны в Украине, же сильно меняется. Китай и так какое-то долгое время был, ну и продолжает быть на таком каком-то определенном подъеме, который и страна пытается заявить уже как один из таких мировых лидеров там по экономике как минимум, ну и в каких-то политических аспектах. А вот, во всяком случае, на евразийском пространстве из-за этой войны, из-за санкций и противостояния там, скажем, России и их, ну скажем, России в данном случае пока без союзников, ну и Запада сильно ослабляет саму Россию, и это создаёт такую ситуацию пошатнувшегося такого миропорядка, там скажем. А когда что-то шатается, то там где-то для кого-то возникают какие-то возможности и какие-то выгоды, ну кроме рисков, конечно, но для Китая, скорее всего, больше выгод. И в этом отношении, как бы, может быть, это вот такой сигнал пытаться прозондировать, а вот на этом пространстве, где привычно доминировало и пока что ещё, может быть, в какой-то степени доминирует Россия, а где там образуются какие-то бреши, которые может заполнить сам Китай. Потому что и до войны-то, в принципе, ситуация была такая не совсем простая, простая, потому что где-то Россия доминировала, где-то Китай начал экономически в первую очередь доминировать. И вот этот шаткий баланс двух таких больших стран, с которыми мы соседствуем, ну, в принципе, сейчас как раз баланс сместился в сторону того, что Китай стал приобретать постоянно больше влияния. Он это понимает и каким-то образом наверняка простраивает стратегию, исходя из этой ухудшающей ситуации с Россией. И вот этот, может быть, если сценарий сигнала, то это сигнал пытаться понять, кто как прореагирует в постсоветском пространстве и какие-то другие акторы за пределами нашего постсоветского пространства. Где-то они, может, пытаются понять, скажем, почему там, скажем, кто-то промолчал там, скажем. По-моему, наши пока официальные лица ещё ничего не сказали. В Казахстане, по-моему, уже вчера, по-моему, даже уже высказались, понятно, там страны Балтии, какие-то европейские страны сразу же отреагировали. И здесь вот один из каких-то сигналов, реакции на которые можно понять, скажем, у кого какие позиции на эту тему. Но это, если предположить, что это такой инфоповод, который каким-то образом попытаться прояснить картину позиционирования различных стран по такой нашумевшей новости. Сразу несколько вопросов, но давайте начнём с такого глобального. Вот это изменение вектора китайской внешней политики от экономического довинирования до возможного какого-то и политического влияния. Чем оно может грозить нашей стране? И что, возможно, стоит предпринять? Какие, может быть, упреждающие действия? Как вы верно отметили, пока, во всяком случае, в СМИ не появлялась информация о реакции ни нашего МИДа, ни каких-то других спикеров. Действительно высказался Казахстан. Очень резко высказались страны Балтии, в том числе приглашали послов Китайской Народной Республики в своих странах на разговор. Вот что делать, если Китай не захочет больше быть только экономической доминантой в нашем регионе, но также захочет и более явно влиять на политические и, может быть, даже на военные какие-то вещи? Ну, я думаю, один из способов, который, в принципе, уже сейчас в какой-то мере и в каком-то формате разворачивается, это пытаться с соседними странами в нашем же регионе пытаться договариваться о какой-то общей платформе, общих позициях. Тем более уже скоро времени, по-моему, летом предстоит вот этот так называемый C5, пятерка стран Центральной Азии, когда обсуждают с какой-то другой страной какие-то общие схожие проблемы и вопросы, и это будет происходить в Пекине в том числе, используя возможность говорить не в качестве одной страны, а в качестве региона, у которого, может быть, будет больше веса и будут какие-то общие интересы. Тем более по таким темам, скорее всего, будут общие интересы, каким образом, скажем, противостоять, может быть, немножко излишне каким-то агрессивным устремлением нашего большого соседа. Хотя, понятно, где-то, может быть, по экономическим вопросам, по тем же транзиту, логистике, железной дороге, мы можем конкурировать с нашими соседями, но где-то мы можем и совместно выстраивать какую-то платформу взаимоотношений с Китаем. Это один вариант. Второе, конечно, это необходимо, но это сложный вариант немножко пытаться озаботиться тем, у кого, как мы берем долг и что потом будет с этим долгом. И, как многие знают, в принципе, наш внешний долг уже в значительной мере в большей степени состоит из долга Китайской Народной Республики. Тем более, этот долг сформировался буквально за последние лет десять. Очень стремительно. Из такого незначительного такого заемщика Китай стал фактически нашим основным заемодавцем. И, точнее, не заемщик, а заемодавцем стал таким крупным кредитором. И это тоже ставит в большой риск нашу страну. И поэтому вот следующая задача – это думать о том, как вообще экономически в целом развиваться без того, чтобы слишком много заимствовать. И в том числе не складывать все заимствования как бы в одну корзину и зависеть от одного кредитора. Тем более, как бы ситуация с некоторыми странами показывает, что потом кредиторы достаточно жесткие. В Шри-Ланке там в счет долгов забрали порт. Где-то какие-то сложные ситуации уже назревают и в некоторых африканских странах. Поэтому это вот вторая такая ниточка зависимости, которую нужно пытаться как-то это сбалансировать. Ну и потом то, что говорится про многовекторную политику, надо тоже продолжать. И с каким-то умом понятно, что сейчас в этой ухудшающей ситуации там, скажем, Россия явно уже не подливаешь в то же время таким крупным балансом на той чаше весов, которая может перевешивать китайский влияние, но есть разные другие акторы, с которыми тоже нужно работать и пытаться их тоже вовлекать и с ними совместно решать, каким образом, скажем, интересы нашей страны могут сочетаться в правильном направлении с интересами разных других акторов. И, конечно, излишне не раздражая Китаю, но в то же время и где-то, может быть, пытаясь немножко ограничивать, если будут таковые какие-то излишне радикальные устремления. Но это вот тоже вот такой вариант возможный. Хорошо, что вы вспомнили о порте Хамбатота, хорошо, что вы вспомнили о доминировании Китая в африканских странах, потому что вот мой следующий вопрос как раз-таки был связан именно с этим. А не прошли ли мы ту самую точку невозврата, когда мы оказались в экономических заложниках у большого южного соседа? Потому что, как вы верно отметили, львиная доля нашего внешнего долга, она именно Китаю. Можно сказать, это точка невозврата, но в любом случае это очень рискованная уже такая ситуация, скажем, как говорят в врачебной практике, больной или в критической ситуации, или стабильно тяжелом положении. Ну, пока что, может быть, на стабильно тяжелом положении, из которого, может быть, есть шанс там выходить, просто видя иногда как нынешнее, да и предыдущее тоже, наше руководство подходит к тому, что происходит с заемом денег, займами, как это потом правильно или неправильно чаще всего используется, то риски, они, конечно, увеличиваются, потому что всегда есть аппетит тратить больше, исходя из этого лучше тогда занимать у кого-то, и, соответственно, при неумении каким-то образом эффективно использовать занятые деньги, то вероятность того, что эта ситуация будет дальше ухудшаться, конечно, у нас есть. Поэтому вот про точки невозврата конкретно не могу сказать, но вот тяжелая ситуация, которая, скорее всего, будет оставаться тяжелой в этом плане, именно с точки зрения зависимости от кредиторов. Кредитора в данном случае такого большого, как Китай. Если говорить о диверсификации и многовекторности, помимо Центрально-Азиатской интеграции с нашими ближайшими соседями, какие направления вы считаете наиболее перспективными? Я не знаю, Турция, США, Европейский Союз. Ну, понятное дело, по понятным причинам Россия сейчас явно не в топе, по многим причинам. Но вот из как минимум трех вот этих глобальных крупных акторов. Турция, у которой есть амбиции объединить тюркоязычный мир. США, которая, несмотря на уход из Афганистана, по-прежнему, как считают многие эксперты, испытывает некий интерес в Центральной Азии, и Европейский Союз, который тоже, ну, скажем так, не прекращает активную работу в наших странах. Какое из этих взаимодействий, на ваш взгляд, является наиболее перспективным для нашей страны? Ну, здесь, конечно, нужно смотреть на как бы более-менее реальные такие базовые интересы всех этих акторов относительно нашего региона и Кыргызстана. Понятно, что у Турции может быть более стабильный и более давний интерес. Тем более, по некоторым параметрам, там, скажем, по-моему, кто-то недавно на каком-то мероприятии из экономистов назвал за прошлый год различные позиции разных стран по прямым иностранным инвестициям, и вот Турция оказалась первой. И здесь понятно, что вот у них интерес есть, интерес давний, поэтому здесь, конечно, нужно поддерживать отношения. Тем более, что Турция тоже так же, ну, уже с другого франца, как и Китай, смотрит на эту всю шаткую ситуацию с Россией и с тем, что происходит в сфере привычного доминирования России, они тоже хотят где-то, может быть, свою долю пирога увеличить, и, может быть, в этом направлении наши интересы и интересы Турции могут где-то совпасть. У Евросоюза, конечно, определенные проблемы на данный момент с точки зрения позиционирования себя относительно, там, скажем, России. Понятно, что у них сейчас основной вопрос это война в Украине, и основная краткосрочная цель, как минимум, это не дать Украине проиграть. Но пока что не сформулирована вообще дальше цель, а что делать там с Россией. То есть, стратегическая цель не обозначена, но как только, если она вдруг будет обозначена, тогда будет становиться понятным, что они хотят делать на постсоветском пространстве, потому что, если, предположим, одна из, как бы, оснований того, почему такая агрессия произошла, это будет такой вывод, что это излишняя такая агрессивная имперская политика, то на данный момент единственный регион, где Россия имеет влияние, это Центральная Азия, такое прямое. Мы не будем говорить там про Сирию, Венесуэлу, еще где-то, где Россия пытается играть такую роль мировой державы. Практически Центральная Азия – это единственный регион влияния, и в этом отношении, скажем, если как бы одна из целей была поставлена, скажем, что нужно снизить агрессивный милитаризм имперский данной страны, тогда Центральная Азия становится как бы важной территорией, на которой можно работать с разными странами, в том числе Евросоюз и другим западным игрокам, которым захочется как бы вернуть и стабилизировать шаткий миропорядок и вот эту, так называемую, как часто говорят, архитектуру безопасности, вернуть нормальное состояние. Тогда Евросоюз, может, тоже станет более заинтересованным игроком. Конечно, есть и другие направления, там, скажем, у нас недооцененное, скажем, такое направление южное, связанное с Индией, скажем. Индия уже становится одной из крупнейших экономик, они скоро и Китай в последовательности обгонят. И в этом направлении тоже не так много работы делается, потому что у нас как бы, наш многовектор нас как-то по большей части устроена на север и на запад традиционно. В последнее время, конечно, с востока вот к китайцам, волей-неволей, хотим мы этого, не хотим, он у нас появился, но какие-то другие направления южные, у нас вот Индия недооцененный, такое направление. Единственное, у нас как бы много людей, религиозного толка оттуда что-то импортируют с севера Индии, из Пакистана. Но кроме этого, такого большого влияния наших таких южных соседей в экономическом плане или в каком-то политическом тоже здесь не видно. Тем более, нужно учитывать, что в какой-то мере Индия это соперник Китая. Если мы хотим балансировать интересы Китая, взаимодействовать с кем-то, то Индия один из таких возможных вариантов. Митет, прежде чем я напомню вам также рассказать о роли США в Центральной Азии, вот вы сейчас сказали о севере Индии, о Пакистане, я прекрасно помню свои путешествия, как летишь рейсом Дели-Бишкек, никогда не забуду эту картину. Вот Дели-Тегеран и люди светско одеты, там, не знаю, делающие селфи. Ну, то есть, понимаете, как будто не в Тегеран летят, а куда-то в Лондон. И рейс Дели-Бишкек, и я помню, когда мне было немножко неуютно, когда, вот скажем так, в светской одежде был только один я. Все остальные люди, девушки были максимально, вот просто максимально покрыты, и мужчины, соответственно, тоже вот в традиционных мусульманских нарядах. Это вот хорошо, что вы это отметили. И поэтому еще одно направление, которое в последнее время набирает обороты, это Ближний Восток. Вот буквально сегодня в СМИ появилось сообщение, что 100 миллионов долларов из Саудовско-Кыргызского фонда будут направлены на строительство жилья. Также у нас появились проекты с Объединенными Арабскими Эмиратами. С одной стороны, вот наследный принц Мухаммед бин Салман взял курс на модернизацию, на, скажем так, ну, на некие перемены, да, на Ближнем Востоке, потому что он себя видит вот неким региональным лидером. С другой стороны, мы все понимаем, что, ну, вот как в 90-е, да, был такой термин ваххабизм на экспорт. Все мы его прекрасно помним, когда активно строились мечети, медресе на саудовские деньги, на катарские деньги, на бахрейнские деньги. И, скажем так, ну, никакого контроля за тем, что проповедуется, чему обучаются люди в медресе, не было. На ваш взгляд, вот сейчас те перемены и те наши международные связи с Ближним Востоком, это больше хорошо или это тоже риск, но уже риск некого фундаментализма и, ну, скажем так, зарождение здесь неких, они и так есть, понятное дело, но усиление неких радикальных исламских ячеек. Ну, конечно, такой риск был, есть и остается. В принципе, у нас как бы общая базовая религиозность, какая-то основа была, и народ начал потреблять просто исходя из того, откуда это приходило. Там из медресе люди обучались там на севере Индии или в Афганистане или где-нибудь они там приезжали с Ближнего Востока, то есть разного толка традиции и подходы при собой привозили. И, конечно, как бы вот Ближний Восток, с одной стороны, для нашей как бы официальной дипломатии, это возможность где-то искать финансовые различные источники того, что они могут там привнести в нашу страну. Но где-то, конечно, у нас выстраивается и такая линия как бы подпитки какого-то сектора, определенного нашего религиозной части нашего общества, какими-то, может быть, способами, подходами того, как нужно исповедовать эту веру. И здесь, конечно, есть определенные риски, связанные с где-то экстремизмом, но это связано не обязательно только с Ближним Востоком, это может и с другими направлениями быть связано. Но здесь, конечно, стоит вопрос о том, как это контролировать. Здесь, опять-таки, я, может быть, не в свою экспертную сферу влезаю, религиозную сферу, но у нас с точки зрения как бы политики достаточно сложно и проблематично. Понятно, у нас есть очередная концепция о том, как регулировать сферу религиозную. У нас там объявлены определенные течения, как традиционные и приемлемые, другие не совсем приемлемые. Но, в принципе, у нас, как и во всех других секторах госполитики, всегда страдает как бы потенциал государства относительно того, каким образом это контролировать. При этом, насколько помню, были определенные попытки выстроить какую-то систему обучения наших МОЛДО, чтобы они обучались и проходили какую-то переаттестацию, исходя из какого-то общего канона, скажем, того, как это должно быть. Поэтому это достаточно сложная такая тема. С одной стороны, понятно, с течением времени вроде бы что-то выстраивается, потому что, помните, были времена лет 15 назад, когда на юге имамы, скажем, они открыто противостояли думку, скажем, или официальным властям. Чуть ли не вплоть не до каких-то спецопераций, в которых там некоторые имамы, как Карасуйской мечети, был такой случай, еще какие-то другие такие случаи. То есть такого вроде бы уже нет, но все равно как бы остается ощущение, что вот это как такое-то большое тесто, которое расползается и которое в наших маленьких государственных ручках все это не удержать. И как это все привести в какой-то единый формат, это достаточно сложно. Поскольку у нас в любом случае потенциал государства не совсем, может быть, того уровня, который позволяет работать с такой достаточно масштабной проблемой, как чувство и верование людей, которые берут какие-то свои практики с разных мест и потом уже по-своему как-то пытаются с этим работать. Ну а теперь переходим к теме США. Довольно часто Центральную Азию посещает Дональд Лу, помощник госсекретаря США, не последнего человека в администрации. И вот буквально на днях он снова посетил Кыргызстан. Колоссальная культурная программа, много кого привезли. Теперь стало известно, что наша популярная YouTube-группа Debilions совершит мировое турне, в том числе посетит США, США вот привезли женщину-ученую из НАСА, я вот тоже с ней делал эфир. Скажите, вот это внимание, несмотря на то, что США, казалось бы, ну кто-то считает, бесславно покинули Афганистан, есть разные, конечно, мнения на этот счет, но все-таки казалось бы, что интерес к Центральной Азии должен был ослабеть. Но как бы на практике мы видим несколько иную ситуацию. Как вы оцениваете, насколько сейчас Кыргызстану выгодно взаимодействие с Соединенными Штатами и насколько США могут, ну скажем, тоже выступить неким, балансом в той сложной геополитической ситуации, в которой оказалась наша страна вот на перепутье между большими, крупными глобальными игроками? Ну я думаю, что какие-то взаимообоюдные выгоды и интересы есть, конечно, и Кыргызстану тоже выгодно взаимодействовать. И в том числе, может быть, вот давно висящий вопрос подписания соглашения, которое прекратили, которое было когда-то, не в старом году подписано, тоже висящий вопрос двусторонних взаимоотношений. Я думаю, что особенно сейчас, может быть, у США в первую очередь интерес, конечно, связан с тем, что происходит с Россией и, соответственно, вокруг России. И если так напомнить зрителям, что не так давно и госсекретарь в регион приезжал, посетил Казахстан, Узбекистан, Дональд, ну как помощник госсекретаря, посещает Кыргызстан, Таджикистан. И здесь как бы одна из тем, конечно, которая волнует, я так понимаю, американскую сторону, это вот возможные вопросы реэкспорта и обход санкций, которые вводятся против России через территорию стран Центральной Азии. И это тоже один из таких тревожных звонков для нас, и не только для нас, для других стран тоже, насколько санкции вторичные будут применяться, потому что сейчас, когда Евросоюз, ну и Запад в целом как бы исчерпали такие многие методы прямого воздействия на Россию, потому что все возможные санкции уже практически ввели, там уже какие-то уже по остаточным принципам сейчас новые пакеты будут вносить и уже будут браться за то, что касается вот этих всяких схем от прохода и обхода вот этих санкций. Соответственно, в наших интересах попытаться не попасть под вот эти вторичные санкции. И здесь вот как минимум вот в этом плане как бы есть возможность и необходимость работать. Это вот исходя из краткосрочных текущих проблем и интересов. А в долгосрочной перспективе, конечно, как мы уже говорили, когда вот этот миропорядок, в котором локально, в всяком случае, в нашем регионе Россия доминировала, он уже пошатнулся, и, соответственно, там есть разные как бы интересы разных игроков сюда. Может быть, закрепиться побольше, когда мы про Китай говорили в частности, да, и в наших же интересах пытаться найти тех игроков, которые могут немножко балансировать. Понятно, что у США конкретно Кыргызстану каких-то прямых экономических серьезных, сильных интересов не было и не будет. С точки зрения безопасности будут, может быть, интересы, если выстроится, как и у Запада в целом, какая-то политика относительно России, что делать дальше с ней и с тем, что Россия делает на постсоветском пространстве. Вот в этом ключе, может быть, тогда могут выстроиться какие-то, может быть, взаимные интересы. Но для этого, конечно, нашей стороне Кыргызстану нужно немножко яснее, чем определиться, какая же наша политика, какие наши интересы, и тогда можно будет понять, о чем нам будет выгодно взаимоотношение с США. Кроме того, что понятно, что США являются одним из доноров, ну и так далее, и так далее. Но вот именно в политическом, геополитическом плане, как с ним работать, это будет все зависеть от того, как выстроится наша собственная политика и формирование, формулирование наших собственных интересов. Переходим к еще одной теме, но она также связана и с независимостью нашей страны, и с геополитикой. Пестрят заголовки российских СМИ о том, что на парад победы 9 мая в городе Герои Москве будет присутствовать один единственный иностранный лидер. И лидер этот – президент нашей страны Садыр Джапаров. Медет, на ваш взгляд, насколько оправдано это решение с обеих сторон. Ну, понятное дело, что Российской Федерации сейчас необходимо всеми силами показывать, что она не одинока на международной арене. Есть еще страны, которые относятся к ней, ну, как минимум, как минимум без агрессии, без негатива. А вот что наша страна получит от участия президента Джапарова, даже сам факт его присутствия, о чем он сигнализирует, и как бы вы его прокомментировали? Ну, я думаю, что, в общем-то, если брать с позиции как бы нашей страны, как и зачем, и почему это получилось, где-то, может быть, когда все это обговаривалось, может быть, и не предполагалось, что наш президент окажется единственным лидером страны. Предположим, если бы это заранее знать, может быть, отмотав назад, как-то немножко по-другому акцент расставлялись бы, может быть, вот этот визит, может быть, спланировали бы, чтобы он не выпадал там на 9 мая, с тем, чтобы не как-то акцентировать, что будет какой-то парад победы в столице страны, которая ведет в это же время войну с другой страной и так далее. Здесь как бы, может быть, такой, может быть, расклад. Но, с другой стороны, пока непонятно, чем выкрутили руки нашему руководству, с тем, чтобы где-то каким-то образом стимулировать присутствие именно в этот момент. Потому что, в принципе, таковые визиты, конечно, они происходят в разных странах, постсоветских, в том числе, скажем, в Москву, даже на фоне текущей войны. Но, конечно, новостью это стало, потому что это связано с парадом победы. Да. Поэтому здесь, конечно, сложно сказать, что и как здесь будет выгодно. Потому что понятно, что там будут двусторонние встречи. И, как всегда, наверняка, там, скажем, у нашего руководства всегда будут какие-то просьбы, в том числе материально-финансового характера. И это, может быть, тоже было одним из тех пряников, которое, в принципе, побудило, как бы, спланировать вот этот визит. Ну и, конечно, это все интересно выглядит на фоне, там, последних всяких новостей, там, скажем, относительно, там, запрета импорта молочной продукции, относительно высказываний по поводу законопроекта о государственном языке, который у нас в парламенте принимается, и заявление председателя нашей комиссии по госязыку о том, что, может быть, надо переходить на латиницу, что, как всегда, очень всегда раздраженно по поводу любых стран воспринимается в Москве, а здесь вот по поводу Кыргызстана тоже было высказано. Поэтому это вот все такой, я думаю, фон, который обусловил то, что вот визит, скорее всего, состоится, хотя, как бы, наша сторона официально еще ничего не подтверждала и не опровергала, хотя вот неопровержение тоже говорит, скорее всего, о молчаливом согласии, что все это уже обговорено. Поэтому вот мне вот так надо стениться. А какие последствия будут у этого визита, на ваш взгляд? Потому что, действительно, вот даже мем гуляет по интернету, что Садыр Нургожевич, как вот в школьные годы, да, когда приглашает тебя самый непопулярный мальчик в классе, и потом ты вдруг понимаешь, что ты на его дне рождения один-единственный. Вот какие будут последствия у этого визита? Ну, я думаю, что прямых каких-то, может быть, есть на определенный срок какие-то имиджевые, как бы, скажем, последствия для него личные, ну и для нас, как для страны, потому что мы внезапно стали, как бы, таким новостью достаточно большого масштаба. Если они в мире, то во многих местах. И в этом плане, кроме имиджевых потерь, какие еще будут потери, здесь сложно сказать, потому что, в принципе, наши руководства и президент, в частности, как бы, они не так часто общаются, скажем, с западными, с демократическими странами, с тем, чтобы себя неуютно чувствовать, если вдруг они куда-то поедут. Поэтому, я думаю, в этом плане, как бы, с точки зрения выстраивания какой-то многосторонней или там двухсторонних отношений с кем-то, с другими, это особых проблем, может, и не будет. Может быть, где-то, может, попытаются обыграть в качестве последствий, скажем, если будут переговоры с различными другими игроками, которые противостоят России. Скажем, президент наш встречался в том числе и с Дональдом Лу, там, скажем, вроде так, в соцсетях, или где это было, так вроде он прокомментировал, что хорошая встреча, дословно не помню, но что-то было такое, очень, как-то такой позитивный вайб такой чувствовался в этом тексте. И вот в этом плане, может быть, от попытка тоже где-то играть, там, скажем, вот, смотрите, она, мы там, нас приглашают, но здесь мы тоже вроде кому-то нужны. И вот пытаться сеанс одновременной игры играть, показывая позиции противника в другому противнику, это вот, может быть, такая стратегия на данный момент. Да, главное, чтобы не закончилось все, как в «12 стульях», где Остап Ибрагимович бежал после сеанса одновременной игры из города Бастякии, все мы это помним. Нед, спасибо вам огромное, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, тем не менее, беру на себя смелость приглашать вас и на телеканал Next TV, и на некоторые другие медийные площадки, потому что разговаривать с вами, правда, очень огромное удовольствие, и очень информативно и полезно получилось. Нашим зрителям, например, что в гостях у нас был эксперт по сравнительной политологии, именно это все, и кенов, профессор. Друзья, ну вот так действительно живем во время неопределенности геополитической, экономической, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы выстраивание многовекторной политики велось во благо нашей стране, а не в ущерб. Берегите себя, будьте здоровы, увидимся. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok